Авторский видеосюжет, интервью, репортаж с места события, стоп-кадр, информационный повод. Со всеми этими терминами участники «Пёс Рестороки» хорошо знакомы. Прежде чем попасть на фестиваль прессы, каждый из них не раз побывал в роли журналиста. Для кого-то это профессия романтика, для кого-то желание прославиться и стать вторым Малаховым или Канделаки. Но большинство всё-таки в журналистике видят возможность постоянно развиваться. Ребята признаются, им нравится быть в центре событий, а ещё больше им нравится общение. Я пишу человек, то есть я сама пишу стихи, но если из непосредственно жанровых вещей, наверное, больше нравится писать интервью, конечно. Разговор с человеком, это гораздо-гораздо интереснее. Педагоги отмечают фантазии у этих детей не дремлет, они пишут всегда и везде. А тему для своих работ черпают опять-таки в общении. Интересно брать интервью, интересно давать интервью в то же время. Интересно смотреть, как работают другие журналисты. Вот как вы работаете, так и мы работаем. Ну, как-то друг от друга набираемся на кого-то там. Первый конкурсный день открыли с любимой номинацией большинства участников. С интервью педагоги Центра дополнительного образования пригласили на встречу с юными журналистами четырёх героев. Все эти люди разных профессий. Мастер парикмахерского искусства, музыкант, адвокаты, тренер морских млекопитающих. Кого интервьюировать ребята решали сами и, разделившись по секциям, принялись за работу под контролем опытных журналистов. Современные дети всё-таки больше любят снимать. Но надо сказать, что больше открываются таланты всё-таки в писательском труде. Потому что именно слово предоставляет нам те инструменты, которые ни одна фотография не даст. Мало показать. Надо всё-таки почувствовать, надо всё-таки проявить эмоцию, надо её донести. Детей это отлично получается. Возможно, за счёт того, что они чуточку более искренни, чем мы. Ребята из «Пёстрой Сороки» не только учат азам журналистики. Им постоянно предоставляют возможность практиковаться. Вместе с наставниками школьники даже снимали целую программу. Мы стараемся даже там не присутствовать во время интервью. Потому что, чтобы не влиять нашими учительскими, вот этими вам нельзя. Будьте осторожны. Вот оставляем один на один. Много свободы. Ну, под нашим лёгким, лёгким контролем. Журналистика считается одной из самых древних профессий. Люди нуждались, нуждаются и будут нуждаться в информации. Поэтому юные акулы-пера уже определились с будущей профессией. Репортажи на Центральном телевидении ещё впереди. Для начала лучшие работы конкурсантов разместят на сайте «Пёстрой Сороки». А ещё в подарок победители получат диплом и по традиции вот такую декоративную тарелку. Это работа известного сочинского керамиста Юрия Новикова.